О чем молчат французы? Так называется картина, которая в эти дни снимается в Петербурге и его пригородах. Жанр ленты сам автор картины, который впервые для себя выступил еще и в роли соавтора сценария, определил как аттракцион с плывущим жанром. Фильм снимается по одноименному роману Владимира Корниева, который посвящен Петербургу, Белым ночам, одной неделе из жизни главного героя и, естественно, мистики. Мария Сапожникова со съемочной площадки. Уже с первого дубля становится понятно, что снимается динамичное кино. На съемочной площадке даже классического режиссерского кресла сразу не найдешь. Впрочем, у самого режиссера надо потрудиться разглядеть среди артистов. Владимир Шевельков руководит процессом буквально на бегу. Побежали, начали! До выхода фильма на большие экраны остается больше года, но чудеса уже начинают происходить здесь, на съемочной площадке. Например, статуи оживают, и вообще внутренний двор исторического здания Академии художеств изменился до неузнаваемости классической скульптуры. Здесь заменили современными. У нас была сегодня авантюра. Мы пригласили в гостях, в гостей на вечеринку, в тусовку, в кино. Я пригласил своих друзей и знакомых. И они, конечно, совсем не массовка, они совсем скисли, поэтому надо было ускоряться со съемками. Вон падают бутылки из-под лимонада. Ты главный герой? Да, я говорю, если чай, случайно уронил, да? Ну и еще. Исполнитель главной роли экшена о любви не только по сценарию, но и в жизни обладает незаурядными способностями. Перед очередной сценой, мало нанести грим, необходимо закрепить спецоборудование весом 15 килограммов. В итоге сам играет и сам себя снимает. Это селафи-палка киношная. Такое вот приспособление придумали операторы наши, осветители. Для вот такого кадра. На съемках современного фильма даже грим наносит не в предлагаемых обстоятельствах, а в естественных. Где вот этот салф? Мы так вот работаем отлично. Внимание, мы готовы. Историю о том, как любовь женщина может сделать из мужчины гения, Владимир Корнев написал 20 лет назад, тогда даже не думая об экранизации. Владимир Шевельков совместно с актером переписал сценарий, поменял мотивации героев, сделал историю более современной и смешал множество жанров. А для создания саундтрека пригласил Сергея Шнурова, который смог подобрать наиболее подходящую интонацию к фильму. Жанры чередуются, как в калейдоскопе. То есть идет, допустим, мистика, приходит в триллер, депутат приходит в комедию. Главный герой попадает в поток незаурядных, незаурядных по ту сторону бытия, психоиделических, порой даже шокирующих ситуаций. Все сделано в традициях экшена. Режиссер торопится со съемками. Главная декорация – Петербург в период белых ночей. Сказка любви немного нравоучительна. После просмотра зритель научится любить, понимать и терпеть. Мария Сапожникова, Александр Григорьев, Валерий Савинский, НТВ, Петербург.